Поехали в запись. Но что-то в этом сезоне у Апоссума все еще плохо. То есть, видимо, очевидно вылетает, я так чувствую, Фламми и Апоссум. Вот. А вот дальше непонятно. Нет, ну я понимаю, что Апоссум еще может теоретически остаться. Пока для меня самая большая загадка это Джон. Очень весело он играет. Лока хватило на Волчика, на Мага и на Девочку Бладвайзер. Раз, два, три, четыре такла. Куча гордов. Проблема в том, что четыре... Ну еще Волк новый, да. Тут как бы у... У Лока есть проблема. Вот. У Лока есть проблема. Вот. У него постоянные... Проблема с Волком. Волк не стоит. У него какие-то проблемы с Волками. Пивас попал... А, на Джеку, ёпта! Ну... Это... Это карма. Ведь когда Пивас приходит к Пупку здороваться на стрим, он каждый раз говорит... Привет, ёпта! И ёпта его догнала. Хе-хе-хе-хе. Хеллоу, Теклбери! Поэтому Пивас кармически наказан, вот. Во-первых, за игру в Удаме. А во-вторых, как бы... Понимаешь, Рутури, я чувствую, что если Гнома получит монетку, от Пиваса ничего не останется в любом случае. Да. Да, не-не-не, скажем так. Я думал, Пиваса может выиграть. Я думал, он посильнее играет, чем Жека. Но просто... Вопрос-то не только в победе. Очень плохой лосс. Очень плохой лосс. О, господи! У Лока не только волчанка. У Лока ещё и стрельчанка. Одновременно. Лока, ну как так-то? Не, ну просто Пивас сыграет в Бладбоул Кощей. Ещё с тех времён, когда ты о Бладбоуле и не слышал. Просто он бросал Бладбоул на какое-то время. Я не знаю, зачем Пивас вернулся. Но судя по его стримам, он испытывает особые чувства, когда играет в ББ. Хорошо, что подобрал, иначе пришлось бы тратить рерольчик. Странно, кстати, что вампиры не берут стадион на мага. Мне казалось, что вампиры мага реализуют, наверное, чуть ли не лучше, чем любая другая команда. Ну, вуды какие-нибудь вонючие также хорошо делают. Пиваса вроде кто-то притащил обратно. Ну, как бы... Да? Так, выбивание... Ну, норм, изи, изи. Жалко, что не подобрал. Ещё гипноз. И ещё гипноз, да? А можно гипнозы не стопроцентные? О! Смотрите, не стопроцентный гипноз. Я вот за такие моменты вампиров просто ненавижу. На три плюс, как бы! Пошёл в жопу! Нормально! Ненавижу вампиров. Вот когда вампиры кидают очень хорошие кубы, вот... И, как бы, когда у них ещё всё заходит, вот такое... У них команда прокачана, и всё заходит. Команда супермразотная. Ну, а такое бывает... Я за всю историю помню только Брайта, который стабильно играл супермразотно на вампосах. Какие у Лока кубы ковёные? Вот просто Лока кидает только стрелки. Только... О! Наконец-то! А тут и попячить можно! Ну, мяч уже потерян, как бы. Чё тут поделаешь? Ой! Это очень хорошая шестёрка! Понеслась! Первый удар не получился. И шестёрочка. Менфи как-то посильнее как тренер? Посильнее кого? Посильнее Лока? Так. Умер! Умер! Пятисильный вампир умер! Аптека не спасла ничего! Это жёстко! Это жёстко! Это жёстко, ребята! Ничего себе! Смерть! На смерть! Без Регена! Охренеть! Я такого не видел. Давненько. Я прям... Мне прямо жалко. У Энфи тоже такая трагическая судьба. Я вспоминаю, как он играл вышки там до этого. У него тоже кубы были, конечно. Ух, ух. Профя работает. Но мы в очередной раз убедились, что пятка имба. Вот. Пятка имба. С ней ничего не поделать. Пирает, Кота Фёдор. Но я не понял мысли Тима. На тему, кто кого сильнее. То есть я не могу понять, он считает, что Энфи сильнее Лока или сильнее Брайта? Или что? Или даже не так, как бы. Ну кто сильнее-то? Кит? Кит. Или всё-таки... Сильнее Лев. Вот. Сильнее Лока. Мне просто кажется, что... Некры не команда Лока. Вот я бы так это выразил. Мне кажется, что... Стиль игры у него не очень подходит для этой команды. Но это... Я могу быть не прав. Это моё личное мнение. Хорошо толкаем в СФ. Я только учусь. Ну ты что-то уже довольно долго на некрах учишься, по-моему. Мне просто кажется, что некры тебе стилистически не подходят. Вот, например, пупок, ему стилистически подходят эти... Как их называют-то? Нургли, потому что он от Битос. Вот. А ты, Лока, как-то вот не знаю. Лока один из лучших тренеров Рубла. Я говорю, мне не нравится, как Лока играет на... На этих, как его называют-то. В общем, есть ощущение, что некры не его. Это, честно говоря, как с Диамедом. Диамед, конечно, крутой дядя. Диамед отлично играет. Но, например, когда я смотрел на крыс... Я не мог сказать, что крыс это команда Диамеда. Ему там, конечно, пёрло, как скотине, если говорить честно. Но всё казалось, что не его. Вот, кстати, на дедах Дио смотрится не чёток. Это немножко удивляет меня. Чемпионство я этими возьму уж? Не знаю, Лока, не уверен. Мне кажется, кандидатов на чемпионство, да... Рано или поздно, скорее поздно. Но, слушай... Ты можешь взять чемпионство этой команды, как комбинатор. В первом ББ. А? 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 Ужасная шутка. Я очень злой. Злой. Вообще, мразь полная. Плохо, что не уронил. Здесь, конечно, фолл был приятный. Не, ну просто в этом сезоне, понятное дело, что ты... Как бы... Чемпионство не возьмёшь. Это уже понятно. Вот. Вообще, есть шансы вылететь вполне реальные. Ну вот. Там, конечно, расписание очень специфическое. Но, вообще, как-то так. Но, швед, это же шутка... Эм... Это шутка про то... Это шутка про то, что комбинатор взял чемпионство в первом Бладбоуле, когда первый Бладбоу закончился, и вышел второй Бладбоул, и все стали играть во второй ББ. Понимаешь? Типа... Шутка для знающих. Вот. А как к Далибору относитесь? Далибор отбитос, но он хороший... В хорошем смысле отбитос. Он очень хорошо играет на дарках. Точнее, он играет... Ему очень прёт на дарках, но при этом он по-хорошему отбито на них играет. С ним тяжело. Вампиры плохо стали от Хазил. Вампирам лучше забивать. Они в дефе сильны. Тем более, травм практически нету, не считая смерти пятисильного. Вот. Далибор сильно играет. Ладно, без шуток, Далибор силён. С ним очень неприятно играть. У меня с ним положительный, по-моему, баланс, но на соплях. То есть я с ним ничейки штампую обычно. Он потный дядя. Обе команды получают ход. О, ещё один ход, чтобы вампиры могли забить на атаке Лока. Да, я говорю, Энфи проклят. Опять стрельчанка. Вот этот парень со второй силой просто не прощает на лосе, ребята. А эти рабы, эти рабы. Кажется, всё говно. Извините. Не-не, ну тут, конечно, ещё не хочу сказать, на мой взгляд, ну, подпирает, подпирает, конечно. А можешь описать в стиле Зена про мат в курсе? Прямо сейчас, наверное, не могу описать в стиле Зена, потому что, на мой взгляд, Зен сейчас как бы... Я не очень смотрел его игры на хаосе, поэтому мне трудно сказать. Ну, Зен неплохой игрок, но он тоже, типа, потильтовать любит. Вот всякое такое. У него бывает. У него ЧСВ тоже гигантское. Зен как пупок. Во! Я согласен. Зен как пупок. Вот. Ну, там у... Вообще, я смотрю, у Лока каждый лосс это стрелки. Стрелки, стрелки, стрелки. Потом мы роняем, но уже без пробоя. То есть, если ты бьёшь в три кубаса МБ, это будет пару стрелок и череп. У Лока это какая-то мета, практически. Ну, кстати, забавно, что, видимо, в этот раз, в этот раз, я подозреваю, что из Дивизиона, ну, понятно, что вылетает Грингос, понятно, что вылетает Биг Крауд, но чё-то похоже, что вылетит пупок и Ред Гринлока. Ну, ладно, с Лока непонятно. Лока вполне ещё может, а пупку надо кровь из носу выигрывать. Я сейчас посмотрю, с кем пупа играет. Ну, Биг Крауд с Грингосом играют этот раунд. Ну, я думаю, это не сильно что-то решит. Вот. Оба всё равно вылетят. А, пупок со шведом играет. Ну, вот если швед не проиграет пупку, если швед выигрывает, он сразу хоронит пупка. серьёзно. Если ничья, скорее всего, тоже хоронит пупка. Пупок ещё играет с Триндом, но здесь я бы скорее... Хотя, блин, ну, Тринда вонючий вантернер. А, Лока играет с Грингосом. Это хороший матч. Пупок играет с Энфиа. Лока играет с Биг Краутом. И Лока играет с Адьёусом, а Пупок играет с Грингосом. У Лока отлич... У Лока очень хороший... Эээ... У Лока очень хороший этот... Расписание последнее. Лока, наверное, может остаться. Реально, у Лока практически лучшее расписание из тех, кто внизу таблицы. Прямо серьёзно. Я не прав. Я согласен. У Лока хорошие шансы. А вот у Пупка расписание, конечно, блевотненькое. Блевотненькое, как минимум, потому что Швед могёт. Три. У Тринда есть Стрела. Ну и Энфи. Вы видите, как играет Энфи. То есть, в принципе, там одна халявная игра будет у Пупка против... В последнем туре против Грингоса, но, может быть, к этому моменту от Пупка уже ничего зависеть не будет. Ой, как приятно. Негла! Да ну, ёп твою ж мать! Ну, как же не везёт Энфи. Ну вот, слушайте, с такими травмами вообще чё-то Энфи может и не выйдет в ПО. Вот. Мне тоже не нравится граб на войте, но окей. Ну, сейчас Лока надо грязнить. То есть, видимо, пас будет вот сюда или нет? Подождите. Или пока просто... Да, так. Ещё так. Ага. Да, всё верно. Гринкос уже всё? Реально? Гринкос дропнулся? Ну, понятно. ПО на SF Гордани хотел брать? А дублей Лока не выпадало, да? Привет, Брайт. Гринкос слушай, Лока, я бы тогда взял бы Undaun, это, Dauntless. Мне кажется, Dauntless повеселее, чем Граб. Проблема в том, что у меня Войты обычно так долго не живут. У меня обычно Войты берут МБ, Такл, Гард, а потом умирают. Поэтому редко получается посмотреть, что ещё можно взять. А! Ещё Джага хорошо смотрится. Да, ещё Джага хорошо смотрится. Ну, не знаю, мне кажется, вместо Граба Джага и там вторая хрень отлично. Да ёб твою ж мать! Что с этими вампирами? Аптека не спасла пятисильного? Реген не спас пятисильного? Реген не спас ни Глу здесь, но этот хотя бы без перманентки. Ёбш ты! У неё какая-то проклятая команда, просто проклятая команда. Привет, Серж! Как так-то? Как, как так-то, ребята? За шо? За шо такое? Где, ну, серьёзно, Энфи... Нет, я знаю, что Энфи не везёт, но я смотрю на эту игру, и Энфи не просто не везёт, это, блин, грубые слова только на языке. Это не невезение, это какой-то детский какой-то, не знаю. Кому так повезло? Непрухи! Понимаю. Ну, видимо, Непрухи уже точно выйдет. Ну, ладно, ещё не точно. На самом деле, вот у Непрухи сейчас не то, что преграда, но вот я думаю, что из того, что есть, вполне верю, что Тринт может обыграть Непруху. Мне кажется, они очень похожи в своём... Ну, в стиле, наверное, не то слово. Ну, чё, а Гильный сейчас на пофиг побежит? Хотя, тут чё-то как-то очень тоскливо. Не, ну, надо ещё давать гипнозец. Ну, да, тут на такл зону насрать. Да, это правильный гипноз. И побежали по такл зонам вообще. Изи, ребята. Реролл обязательный. Так. Ну, Лока должен забивать. Тут всё-таки всё сделано толково. А кто дропнулся? Грингос сдропнулся. Ну, слушай, я не уверен, что... Не, ну, Непрух, конечно, хорошо играет в зеркало, но... как бы... В зеркале Вудов, на мой взгляд, не только скилл решает, но окей. Ну, с учётом того, что Лока похоронил уже трёх вампиров, шансы действительно хорошие. плохо, что Мага пришлось потратить. Но, скажем так, на ничейку точно хорошие шансы, с победкой всё сложнее. Ну, кстати, если говорить про плотность дивизионов, вообще Фениксы, ну, поплотнее. То есть, я смотрю Фениксов, и там как-то вот... Там действительно очень... Ну, там дивизион послабее, на мой взгляд. На мой взгляд, конечно, Феникса послабее. Средний уровень тренеров пониже. Ну, это да, это моё мнение. Но он какой-то ещё такой более миролюбивый. Вот. У вампиров в атаке проблема? Ну... Да тут у линейок достаточно всякой хрени, чтобы, ну... Здесь ещё все вампиры прокачанные всё-таки остались. У всех есть про. Но я не думаю, что там прям гигантские какие-то проблемы. А ещё я чувствую, что этот парень сейчас получит инъекцию пятки в лицо. Отпустит. Да, это правильно. Здесь, конечно, желательно повалить. Кто-то сейчас получит по своей хитрой флешголемной морде. Ну, я вчера тоже решил в ладдере постоять против вантерна Завров, а Завр плюнул и убил мне шестилевельного супердварфа силой МБ Клавсой Гордом и СФом, а у меня уже не было аптеки. Вот. А чё не Вайта? Ну, потому что Галем силовой игрок. И он, в принципе, более полезный, наверное. Я бы Вайта валил, там черепа нету. А чё он кинул по итогу? Ну, слушайте, один-один-один-один. Один-один-один. Ну, тут, знаете, можно было фалить, тут бы и Снотлинг бы остался на поле. Вот что я могу сказать. Хорошая. Задоджил квадру на ударе. Вот. На лосе следующем. Красиво, красиво. Ну, локолокерок, конечно. Я сейчас, бин, в раздумьях. Мне так не хочется бросать пекку, мне так не хочется бросать хоху, но вся остальная команда полный мусор. И мне что-то так вроде надо тянуть лямку дедов, а вроде и не хочется. Сложная тема. Аккуратный лос с навыками. да, я слушай, хосил, я даже видел, как Лока был на трибуне матча и кричал молоко, молоко, ну, в смысле, московский локомотив, вот. привет, привет, рэйвен. Да, продавать игры, продажа игроков реализована по-блевотному. Я бы с удовольствием бы продал бы кому-нибудь игроков или отправил их на аукцион и записался бы другой командой. Вот, без всяких договорников и прочей хрени, просто реально, я уже не хочу играть дедами. Я бы с удовольствием заукционил бы их. Но так как всякие мрази, мрази испортили всю концепцию торговли в игре, я на это пойти не могу. Что немножко обидно. Потому что вот сволочи обузили, 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 обузили. Ну вот, да, да, обузили. Грустно, тоскливо, обидно, ну, чё поделать. Локань, лучше было вот этого оставить сзади, подставить волка и бельцануть войтом. Да я не знаю, я, может, андедов оставлю, хрен его знает. Я ничего не загадываю. Мне просто не хочется играть на андедах, вот и всё. Нет какой-то глубокой причины. Просто не хочу играть уже. Фрэн взял лучше блока, но просто лучше оставить волчика на контроле жопы, чем что-либо ещё. Лучше уж тогда было бежать пытаться Вильгельмом чейни бить и забегать в атаку. Ну, окей. А что делают вампиры? Я что-то не улавливаю концепции игры вампиров сейчас. Кто-нибудь мне объяснит, как бы, что у них за идея? Идея отлететь всей командой на своей атаке или чё? Ой, Рэйвен, вот, Энфи реально такой самурай. Смотри, смерть силового супер вампира шестого уровня. Это у нас чё? МНГ на ещё одном вампире шестого уровня. вампир третьего уровня получил неглу и при том аптеки не спасают, регенерации нету. Тут как бы всё очень плохо. Очень плохо. Лока просто задайсил, как сука. Ну вот. Чё-то мне пока не нравится то, что делает Энфи. О! Профёй? Ну, я понимаю, конечно, но вообще для того, чтобы здесь поработать профёй, по-моему, надо было иметь довольно большие яйца. О- окей, окей. Я понимаю. Ну, Лок всё правильно делает. Ну вот у меня чё-то ощущение, что просто Энфи такими мувами может закончиться чем плохо. Сюда? Да. Я, я, конечно, не вампир, но я поиграл вампирами много. Мне не нравится то, что делает Энфи. Я, кстати, может быть, сейчас пошёл бы и Энфи... Это... Я бы, может быть, вот этим дурачком бы сейчас вытолкнул бы линейку, например. Он вампира поехал. Ну, ладно. Ну, тоже нормально, конечно. Неприятные шестёрки. и Клавса. Нет-нет, Клавса нет. 5-5 пофиг. Тут кто угодно шлёпнулся. Ну, я вообще с учётом Ландера и с учётом рандомного турнира сыграл на вампирах игр ну, 70, наверное, или около того. Мне хватило до конца жизни. Я, конечно, не спорю, что у меня пару раз были реально суперкрутые моменты вампирами. Я вспоминаю там один гол на рандомном турнире, вспоминаю гол с вот этой клетки до зачётки за один ход. Тоже было суперкрасиво, но я больше не хочу такое. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А получилось-то хорошо. Хорошо. В смысле очень похоже на то, что Лока ничего сделать не может. Ну, кроме Даджа 4+. Я пару ладерных моментов сохранил. Вот. Надо сделать как-нибудь плейлист с нарезочками прикольных моментов. Ну, Энфи, конечно, отыгрывает сейчас круто. Круто. Очень нагло, но... А был бы БТ, а не Граб, ну, хватит обижать Лока. Ну, вообще, да, я согласен. Был бы БТ, а не Граб. Не знаю, мне кажется, столько Граба не нужно. Рерол обязательный. Один-один. Да нет, знаешь, был бы БТ, ни хрена бы не изменилось. Извините, пожалуйста. В принципе, Граб бы не помог. Вот что можно сказать. На Големе Граб самое то. Ну, у меня обычно Големы не доживали так далеко, как этот Голем. Просто обычно до Граба не доходит, потому что ты берешь блок, ты берешь гард, ты берешь МБ, ты берешь такл, а еще где-то между ними можно поймать один дубль или взять додж. Или подкат. То есть, до Граба Голему тяжело дожить, потому что все навыки остальные, они, ну, очевидно, выше по приоритету. Вот. Не разве у Голема с БТ я в Ладдере видел раз 100. Я видел, очень часто вижу Големов, у которых, типа, либо не было такла, либо не было МБ, и на их месте был БТ, как раз таки. Вот. Ну, Големы вообще очень плохо кончаются. качаются и кончаются. Посмотрите, на ту же команду Диамеда сейчас, которая в плей-офф попадает Ладдера. Там Големы тоже понос говна, если честно. Ну, что, пришло время грязи, так между делом говоря. Големы, Големы качаются плохо. Это их судьба, видимо. Големам берут такл, но потом, после блока МБ, после блока Горда и МБ. Я бы, конечно, хотел спросить, почему не 3+, но судя по тому, что кинуто единичка, то, в принципе, пофиг. Почему не 3+, лока? Нет, ты всего кинул единицу третий раз подряд, вот, ну, окей. Ну, мне кажется, лока не... Вот у лока бывает, он начал тильтовать очень много на некрах. На хаосе он тильтовал поменьше. И на орках поменьше. А вот здесь что-то как-то так прям отдушитель тует. Поддушивает, поддушивает Энфи. Но, с другой стороны, Энфинес за эту игру потерял полкоманды, поэтому тут уж как бы... Я думаю, что он демотивирован по полной все равно. Победа с настоящим привкусом гениталий. Вот. Я бы не брал такл, а что бы ты брал бы? First Aid. На мой взгляд, такл хорошо смотрится на големе после гарда, МБ, блок, там, так далее. Ну, блок, гард, МБ, это основа, а потом, ну, там, такл, додж. Монф, ты вам по изи заносит, зачем ему шесть? Злой ты, лока, злой. Я бы, конечно, хотел бы пошутить и сказать, что ой, умер, умер. Да, умер. Хе-хе-хе. А я знал! Я знал! Зачитал! Ну, просто, это волк лока, это было очевидно, понимаете? Тут, как бы, ничего другого быть не могло. Нисколько в этом не сомневаюсь. Просто такла и так хватает в команде качанных некров, такла много не бывает. А, а что не хватает? А что ты взял бы в ферстейт? Вот, серьезно, после блок гард МБ, что брать голему, если не выпал дубль? Если выпал дубль, там даже тут есть еще идея брать подкат или брать додж. Хотя я бы брал бы додж. А я бы глянул, ну, не глянешь, я наигрался на я на всю жизнь наигрался. Я больше не хочу. Подкат, да, я видел голема с подкатом. Вообще, удивительно, но это работает. Лока, у меня есть вопрос. как бы, а зачем ты брал, зачем ты брал, как бы, грабы? Вот. Я просто смотрю, как ты используешь грабы, у меня возникает вопрос, как бы, как бы, их точно стоило брать? Просто, просто интересно. Я вот смотрю на то, как ты вантернешь с грабами, и как бы, вспоминается вот этот мемасик, вспоминается вот этот мемасик, который у подкомедиана был. Ну, эксперимент вышел неудачным. ой, блин, плохо, что он ап поймал. Ну, ладно. Какие крепкие рабы. Жажды 90%, я такую никогда не видел. хорошее, хорошее. Гипнозики, ладно. Ну, дожить 90%. Зато, кстати, вот, потеря 0, регенерация 0. За все надо платить, как бы. 90% жажды, 90% регена, ну, тогда, тогда будьте здоровы. Уклонение 14%, процентов. Ого. Ого. Прикольно. Зато, ладно, регенерация тоже 0, но тут, ладно, один, один игрок. Забавный матч. Забавный матч. Зато у Лока вот спринты и вставания после накалу-то 100.